Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вновь вас на моем канале. Спасибо, что нажали зайти и выбрали мое видео из всех остальных рекомендованных вам. Спасибо! Начать хотелось бы с этого. Сегодня у нас с вами будет сладкий мукбанг. Я купила вот такой вот пирог. Я вам в магазине тоже снимала. Короче, остановилась я на таком. Он персиковый, обалденный. Я однажды пробовала что-то наподобие, но мне в комментариях всегда писали, что Айка. Не бери эти пироги, которые в упаковках. Представь срок годности этого пирога, например, месяц. Представь, из чего он сделан, сколько здесь консервантов. Здесь какая-то творожная масса. Я обожаю, когда в сладких каких-то изделиях присутствует творог. Это очень вкусно. Очень. Как хорошо, что я его взяла. Я сегодня для вас снимала влог. Точнее снимаю, что я делала, куда я пошла, чем я занималась. В общем, все-все-все-все-все я для вас сегодня снимаю. Завтра, наверное, где-то утром выйдет этот влог. Сегодня ночью буду монтировать. Просто нет слов. Настолько нежные. Я вообще люблю любые пироги, где присутствует кокосовая стружка. Магазины у нас все закрыты. Я хотела под Новый год сделать подарок и бабушке, и маме. Бабушке я планировала купить бусы новые. Маме хотела кое-какую технику взять. Конечно, все это работает в онлайн-режиме. Но все-таки хотелось бы, конечно, пойти в магазин. Посмотреть, насколько мощно работает. Почему-то вот этот онлайн-покупать технику, мне всегда кажется, что это как будто брать кота в мешке. Раньше я столько всего покупала с Алиэкспресс. Мне почему-то казалось, что если я покупаю онлайн, я не чувствовала, как у меня с карточки уходят деньги. Мне казалось, что это мне кто-то подарил или прислал в подарок. Каждый раз радовалась, когда приходила посылка. А сейчас мне изрядно поднадоело. Все то же самое есть в магазинах. Возможно, чуть-чуть дороже. Ждать это все дело. Потом приходит какой-то кривой косой свитер. Кстати, о свитере. Я однажды с Алиэкспресс заказала свитер, и мне пришли чулки белые. Я не знаю, как так получилось, как можно настолько перепутать заказ. Пришли, кстати, через два месяца, и чулки вместо свитера. А я-то радуюсь, отслеживается товар. Я объяснила, что мне пришли чулки. Он начал отпираться, потом я сфотографировала и отправила ему упаковку. Где написано Made in China. Где показан этот трек-код. И вообще объем. Вот как свитер может поместиться в этом. Потом он мне вернул денежку. С Алиэкспресс, кстати, возвращают. И еще он мне предложил заказать у него еще что-то со скидкой. Я подумала, не надо, спасибо. Теперь у меня есть белые чулки. Причем эти чулки рассчитаны на китаянку. Ростом метр пятьдесят. Для меня это просто гольфы. Носки. Вот. И поэтому каждый раз что-то покупаешь, разочаровываешься. Либо я покупаю уже после отзыва кого-то. Возможно, какой-то блогер там снимал распаковку. Мне что-то понравилось. И конкретно я вижу, что товар нормальный. Либо у меня знакомые заказывали. А так, чтобы прям вслепую заказывать. Да и полно сейчас, знаете, таких магазинов наподобие фикс-прайс. Всякие мелочи дешевые продаются там. И как бы получается, что особо сильной экономии я лично не замечаю. Сделала такую прическу. Это у нас с вами будут тик-токи. Снимать буду видюшки. Правда, одна уже. Но в любом случае нарядилась. Поэтому новогодние подарки от меня отменяются. Я думаю, возможно, что-то сладкое купить. Но вообще без подарков я не оставлю. Маму и бабушку. Некоторые там пишут в комментариях. А что тебе мама подарила на день рождения? А что тебе бабушка подарила? Может быть, это как-то высокомерно будет звучать. Но я считаю, что девушка в моем возрасте, которая уже работает, она должна дарить. Вот нам в детстве дарили же правильно и бабушки, и дедушки, и мамы. Теперь наша очередь, я считаю. Я думала, прям я один кусочек съем и все, наемся. Давайте немного поотвечаю на вопросы, которые вы мне задаете в инстаграме. Мисс Эрми, тебе огромный привет. Айка, как ты думаешь, будешь ли ты когда-нибудь петь, как относишься к блогерам, у которых нет таланта, но они продолжают петь и позориться? Заходит ли тебе новая музыка, вроде Моргенштерна, или ты все-таки любишь музыку 2000-х? Однозначно не люблю музыку 2000-х. Мне нравятся хиты, которые модны, популярны сейчас, такие как у Моргенштерна. Вы знаете, даже тиктокеры, возможно, какой-то непопулярный. Тиктокер там выпускает какой-то трек, если мне заходит, я качаю. И слушаю. Пофиг. Однажды, помню даже такой случай, двоюродная сестра мне говорит, тебе не стыдно слушать Катю Адушкину? Это же какой-то детский контент, детские песни и все дела. Это ко мне пофиг. Вот реально мне пофиг. Если мне нравится песня, да хоть Киркоров ее поет, я буду слушать. Пусть даже это какая-то дурацкая песня, которая сейчас не модна и все дела. Творчество Моргенштерна очень нравится. Мне кажется, блогеры пытаются как бы начать петь больше из-за денежной составляющей. То есть, естественно, певцы намного больше зарабатывают, чем, например, блогеры. собирают стадионы, не знаю, корпоративы, любые мероприятия. Это просто одно выступление и дофига денег, да, так скажем. Но это неплохо. Неплохо, что блогер хочет развиваться, хочет что-то делать, попробует что-то новое. У нас с вами как принято. Блогер начинает что-то новое и все, все начинают хейтить. Это когда я тиктоки начала снимать, все начали. Фу, какой ужас! Опять же, зарекаться нельзя, но я лично себя никогда не вижу на сцене. У меня как бы даже нету такой мечты, что у меня прям как у Хабиба до хрена фанатов. Мне кажется, эти люди немного несчастны в том плане, что, например, я смотрела историю Дабы, ну, парня Ольги Бузовой, и он выходит в парк, и просто за ним такая толпа людей идет, дети. Мне кажется, это очень сковывает. И это, естественно, в какой-то степени неудобно. Иногда человек хочет остаться один, куда-то пойти, а когда тебя настолько узнают, я просто иногда, даже жаль, позавчера разговаривали, я думаю, блин, вот представь, я Ольга Бузова, я заказываю себе пиццу. И все. Он приходит, отдает мне пиццу, и такой в шоке, это Ольга Бузова. У меня есть ее номер, у меня есть ее адрес, я могу слить в интернет. И что, каждый месяц менять номер телефона? Вот это, кстати, очень интересно. Или всех блокировать? Поэтому очень популярным человеком быть в какой-то степени, это не очень хорошо. Смотрю любое интервью блогера, да я подумать не могла, что я стану блогером. Я вдруг так получилось, что я стала блогером. Там вообще я из очень бедной семьи, никто в меня не верил. И у всех одна и та же история. На мой взгляд, они немного лукавят. Когда ты снимаешь контент, выкладываешь, естественно, ты хочешь набрать аудиторию. Как такое бывает, что нет, и чисто по приколу залила видео, а оно сразу начало набирать просмотры. И у всех вот одна и та же история, на самом деле. Я через 10 лет вижу себя в какой-то очень солидной должности, там, не знаю, развиваться больше в плане бизнеса, нежели блогинга. Но у меня парень, например, он хочет, чтобы я занималась только блогингом и сидела дома. Там видюшки снимала, тикток и все дела. Но особо на работу не ходила. Не знаю, как оно пойдет, но я очень люблю свою работу. И самое главное, работа позволяет мне работать из дома. Но это пока что правда. Из-за коронавируса и все дела. Когда у нас будут встречи, потихоньку дела идут хорошо в компании. Возможно, уже на постоянной основе я буду ходить на работу. У нас просто такие ограничения сейчас. Можно сказать, 30% всех работников все работают по онлайн-системе. Как вкусно! Я просто ничего не оставляю. Прям малюсенький кусочек остался. Гляньте. Поэтому опять же, на вкус и цвет товарищей нет. Но для меня искренне пофиг, кто поет эту песню, модная она или нет. Мне заходит отлично. Некоторые вот сидят, как в Доме 2 там. Многие не смотрят Дом 2, там неинтересно. И, в общем, один из парней это брат Моргенштерна на Доме 2. И он, короче, выпустил такой крутой трек. И все начали «Ой, что это за музыка? Тыры-пыры!» Типа Моргенштерн поет какую-то фигню. Я считаю, что нет. Я считаю, что новая современная музыка это как раз-таки такая. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, что вам понравился этот мокбанг. И вы не пожалеете поставите мне лайк. Я, кстати, выбрала новый режим камеры. Как вам такое освещение? Всех люблю. Целую. Пока.